Здравствуйте! Windows 11 только вышел, а многие уже хотят отключить обновление системы. В этой версии есть некоторые изменения. В видео рассмотрим их поподробнее. Приступаем! Бывает, что Windows начинает устанавливать обновления в самый неподходящий момент. Многих это раздражает. Кроме того, после некоторых обновлений всплывают какие-то глюки. Бывает, система начинает работать нестабильно. В результате некоторые пользователи стремятся полностью заблокировать обновления на своем компьютере. Можно поступить по-другому, отключить обновления в основное время использования компьютера и включать их, например, раз в месяц, когда компьютер простаивает. Я рассмотрю несколько способов приостановки и отключения обновлений в Windows 11 как собственными средствами в Windows 11, так и с помощью сторонней программы. Для начала я проверю номер сборки операционной системы Windows 11, установленной здесь. Правый клик по кнопке Пуск. Выбираю Система. Здесь в Характеристиках Windows видно, что на 16 октября 2021 года сборка OS у меня 2200.258. Перехожу в центр обновления Windows. В центре обновления предусмотрена возможность приостановки обновлений. Самый простой вариант вот эта кнопка. Если нажать сюда, то обновления будут приостановлены на одну неделю. Если нажать на стрелку выпадающего списка, то видно, что приостановка возможна на срок до пяти недель. Нажимаю на самую большую отсрочку. Появилось вот такое уведомление. Здесь видно дату, до которой приостановлено обновление. После этой даты обновления автоматически возобновляются. Чтобы возобновить их в любой момент, можно нажать эту кнопку. Если вы помните, то в десятке и первых версиях 11 версии, при нажатии на кнопку Дополнительные параметры, можно было включить отсрочку до определенной даты. Там можно было сделать отсрочку до 35 дней. Теперь эта настройка переехала сюда. 5 недель это те же самые 35 дней. При этой настройке приостанавливаются только обновление компонентов. Обновление Защитника Windows продолжает работать. Если открыть Дополнительные параметры и нажать на кнопку Настроенные политики обновления, то можно увидеть, что пока никакие политики не настроены. Следующая настройка работает в редакциях Windows 11 не ниже Pro. Открываю редактор групповой политики. Можно набрать в поиске gpedit.msc и нажать Enter. Или просто слово Group по-русски. Выбираю вариант Изменения групповой политики. Еще раз подчеркну, если у вас Windows редакции Home, то вы не найдете там редактор групповых политик. В редакторе разворачиваю административные шаблоны. Для этого нажимаю сюда. Далее разворачиваю компоненты Windows. В самом низу списка разворачиваю центр обновления Windows. Здесь выделяю раздел Управление интерфейсом пользователя. При этом справа видно Содержимое раздела. Мне нужно открыть параметр Настройка автоматического обновления. Это можно сделать двойным кликом или правый клик Изменить. Наверняка этот параметр у вас в состоянии не задано. Если выбрать вариант Включено, то можно изменить настройки, выбрав из имеющихся вариантов. Здесь все довольно запутано, но смысл такой. Отключить обновления здесь нельзя. Здесь можно их отсрочить, распределить по определенным дням недели. Если я хочу отключить автоматические обновления, то выбираю здесь вариант Отключено. Нажимаю ОК. Закрываю редактор. Теперь автоматически обновления проверяться не будут. Если нажать на эту кнопку, то обновления проверяются и устанавливаются. Таким образом эту настройку можно назвать Ручной режим обновлений. Кому-то будет полезен такой режим. Если теперь зайти в Дополнительные параметры и выбрать Настроенные политики обновления, то мы видим, что появился текст политики настроенные на вашем устройстве и здесь прописано то, что я отключил автоматическое обновление. Наверное, вы заметили, что в десятке инсайдерских версиях Windows 11 при настройке политики здесь появлялся текст красного цвета. Некоторые настройки контролируются вашей организацией. Теперь такой надписи нет. Тем не менее, эти политики настроены и мы только что с вами на них посмотрели. Третий способ это использование приложения Windows Update Blocker. Я уже не раз показывал это приложение. Быстро скачаю. Линк есть под этим видео. В полном описании. Под номером 2 нажимаю. Это прямая отсылка на загрузку программы. Вот она скачалась. Открываю загрузки. Чтобы распаковать архив можно сделать двойной клик по нему и перетащить эту папку куда-нибудь, например на рабочий стол. Версия программы на сегодня не изменилась после выхода одиннадцатой Windows. Скорее всего в ближайшее время появится обновленная с официальной поддержкой Windows 11. Но фактически программа нормально работает в одиннадцатой винде. Внутри папки есть два файла. Запускаю то, что с x64 на конце. Здесь подтверждаю. Как видно здесь все довольно просто. Чтобы отключить обновление, включаю вот эту радио кнопку. Отключить обновление. При этом автоматически ставится галочка. Оставляю ее и нажимаю применить. Обновления отключены. Если нажать меню, то здесь есть удобные кнопки открывающие центр обновления и службы. Кроме того, если вдруг программа открылась у вас не на русском, можно настроить здесь язык. Открою центр обновления Windows с помощью этой кнопки. Хочу обратить ваше внимание еще на одно изменение. В десятке после отключения обновлений этой программы здесь также появлялся текст красного цвета, говорящий о том, что некоторые параметры контролируют ваша организация. Теперь никакого красного текста нет. Кроме того, раньше после отключения обновлений при нажатии кнопки проверки была видна ошибка. Я нажимаю. Теперь ошибка не появляется. Разве что проверка происходит очень быстро. Я бы сказал слишком быстро. Видно, что на самом деле ничего не проверяется. Похоже, что разработчики замаскировали все это. Я бы даже сказал залакировали. Чтобы система была более презентабельной на первый взгляд. Если снова открыть настроенные политики. Видно, что программа сделала свое дело и отключила обновления. Включаются обновления в обратном порядке. Выбираю. Включить обновления. Применить. Если теперь нажать на кнопку, то проверка наличия обновлений занимает определенное время. Если зайти в Дополнительные параметры и выбрать настроенные политики, то мы видим, что все политики, которые были настроены этой программой, теперь отключены. При отключении обновлений Windows Update Blocker также приостанавливает только обновление компонентов Windows. Обновления безопасности по-прежнему загружаются. Утилита Windows Update Blocker работает прямо из папки. Она не оставляет следов в реестре. Если захотите удалить ее, то просто удалите папку, в которую распаковали. Спасибо за просмотр. Если видео было полезно, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, чтобы не пропустить следующий ролик. Возможно, это видео пригодится вашим друзьям, близким. Поделитесь с ними, пожалуйста. Всем зрителям желаю здоровья. Меня зовут Евгений Юртаев. До встречи. Продолжение следует...